Печальная новость. Скончался Лев Дуров, легендарный актёр театра и кино. На его счету сотни ролей, и за какой бы он ни брался, она всегда была сыграна гениально. Льву Константиновичу было 83. Он любил повторять, главное не стареть сердцем, и чётко следовал этому принципу, сохраняя юношеский задор. Последние недели он лежал в реанимации, проблемы с сердцем, воспаление лёгких, все с тревогой следили за состоянием. А этим утром его не стало. Почему-то все приговорённые к смерти, с которым мне пришлось сидеть перед казнью, любили мне исповедоваться в любви к природе. Вы знаете, что даже... Так умереть на экране мог только большой мастер, одним выражением лица, рассказав всё о жизни героя. Я вот здесь стою перед вами, а в голове у меня какая-то штука, которая за одну минуту может передумать о сотне разных вещей, и может творить с моим телом всё, что захочет. Так жить на сцене мог только лицедей по призванию, чей талант не умещается в скобках между трагедией и комедией. Кем только не был Лев Дуров за свою актёрскую жизнь. Среди двух сотен ролей в театре и кино, ударники труда, милиционеры, любимец и герой всех мальчишек 80-х. Сан Саныч из «Не бойся, я с тобой». Дяденька, а вы можете голую руку стенку пробить? Могу. Даже одним пальцем. Или неповторимый обитатель деревни Простоквашино, который тоже, безусловно, сыгран голосом Дурова. Ну что, возьмёте меня к себе жить? Или мне потом привидать? Через год? И неважно, говорил ли Дуров с экрана по-английски, неважно, как долго существовал в кадре, он всегда был убедителен и взрывоопасен. В каждом его персонаже чувствовалось, дайте больше воли, такое выдаст. Когда режиссёры отпускали его на воле, или их не было вовсе, Дуров выдавал. Вот на капустнике его Лев Толстой рассказывает о бане Карениной. Крови мало, секса мало. Ну там рейсы в конце. Тоже яло. Нет, сейчас бы, конечно, не так бы написал. Как только не называли его друзья и коллеги. Вечный двигатель, метеор, но главное и неизменное последние много лет. Дед. Не за возрастом. Из-за уважения. Дед всегда жил и работал на износ. И упорно отказывался стареть. Отстаньте от меня. Возраст, возраст тоже привяжется. А я даже не знаю, сколько мне лет, вы знаете, нет. Я тоже не знаю. Подавно я в паспорт не заглядываю. Это очень опасно заглядывать в паспорт. Для него была бы страшная, самая страшная пытка, просто вот запретить ему заниматься профессией. Вот и всё. Вот здесь бы он умер бы в одну секунду. Но что бы в жизни не случилось, он оставался неисправимым оптимистом. Я ему звоню, говорю, Лёв, как там дела? Толя, мне сейчас нет. Я говорю, что такое? Меня везут на операцию. Я в Скалифосудскую. После операции перезвоню. Толя, ну вообще есть потрясающий один анекдот. Ну, они мне не разрешают его рассказать. Я после операции тебе позвоню и расскажу. А вот, я в Синей-Дуровых. Моя сестра со мной. Это я в детстве. Учусь играть на рутопиано. Над его шутками смеялся до слёз любимый учитель, гениальный Эфрос. На его розыгрыши выпадался сам король жанра Юрий Никулин. А его обаяния не могли противостоять миллионы. Какую бы большую или маленькую роль он в этот момент не играл. Аплодисменты.